Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! На котором мы говорим о голосе и гоняем чаи, и вы все просили, просили, просили и выпросили. Сегодня мы наконец-таки послушаем удивительного... DimaTorzok ...с песней... S.O.S. Сейчас мы разберем эту песню на молекулы, и вы поймете, как он поет этими совершенно разными голосами. Давайте уже приступим. DimaTorzok Это дыхательный тон. Очень-очень нежно. Вначале это максимум дыхания, минимум вибрато. И только потом он его осторожненько раздувает на этой последней длинной ноте. И затем опять угасает. Очень деликатно. И это только первая фраза. Мне понравилось, как он произнес это слово. Он произнес это еще до вокализации, и только потом перешел в ноту. Многие певцы используют эту технику. Это добавляет эмоцию и разбивает нам сердце. Такой контроль вибрато. Каждая вибрация на своем месте. Это было так вкусно. Эти плавные переходы и эти риффы в этой фразе. Он едва с ними соприкасается. И на этом он выдвигает свой головной голос немного вперед. Поэтому мы слышим, что тональность головного голоса немного смещена. Димаш известен своим сверхчеловеческим диапазоном. Здесь он переходит с грудного голоса низкой ноты C2. Делает это постепенно. Он меняет тон и поднимается на головной голос, который такой округленный, полный и теплый, в то время как низкий голос будто врос в диафрагму. Вокальный фрай — полный отпад. А здесь у него звучание женщины. Он звучит как оперная певица. Открытый гласный звук и полное смыкание голосовых связок. Очень точное и идеальное исполнение. Вы заметили, как после этих оперных штучек он переходит в это звучание в поп-стиле? Я не слышала, чтобы певцы смешивали настолько много разных типов и жанров вместе. А он делает это так естественно, потому что он мастер в каждом стиле. Он прям как плавильный котел, в котором смешаны все эти голоса. И он делает это в одной песне, в одной фразе. Его дыхание. Он здесь опять ушел в оперу. Он просто играется с голосовыми связками. У него есть отдельная техника для каждого жанра. Мне нравится вот это вот. В это стакката он добавляет немного дыхания, чтобы потом это плавно перелилось в придыхание, которое он добавляет в конце фразы. Это так изящно и остроумно. И тут опять дыхание. Сколько раз он уже прыгает туда-сюда. И это всего лишь за 10 секунд. А вот и истинный Димаш, ребята. Он начал нейтральным тоном в поп-стиле. И затем сразу же перешел в... Это оперное звучание и отдаляющийся микрофон. Вот это крутота. Вот этот диапазон его голоса мой любимый, потому что он сырой и настоящий. Очень натуральный. И он вкладывает сюда столько эмоций. Полный грудной голос с этим крошечным плачем. Прям люблю-не могу. Это его натуральный теноровый голос. Нравится вот это. Вибрато, на котором он чуть-чуть задержался. И видно, как язык его тела тоже задействован в этом звучании. Можно услышать, как он уже здесь переходит в микс. Позиция голоса немного смещена вверх. И вот, что будет дальше. Итак, это был супер-пупер смешанный белтинг. Певцы поют это через маску. Позиция микрофона прямо вот здесь. Это прямое отражение расположения его инструмента. Очень выдвинутое звучание вверх. Прямо в маску. Это было так неожиданно. Вернуться назад. В этот нижний подземельный диапазон. Этими переключениями между различными тональностями он, наверное, хочет передать разные стороны этой истории. Можно увидеть, как будто бы он играет на своем инструменте. Он как будто бы визуализирует, что его голос – это инструмент. Некоторые певцы так тренируются. Это помогает им поладить со своим голосом. Этот риф – такой замечательный. Надо послушать его снова. Здесь было столько всего, ребята. Во-первых, этот риф просто мозгосшибательный. Затем он перешел в этот полный головной голос. А потом он отправил эту гласную в династию Цинь. Он оттянул от себя микрофон, и как только нотка начала спадать, он вернул его к себе. Это было настолько искусственно. Что? Это было так круто. Это разговорное пение. Как лезвием по душе. Никаких нот. Лишь чуть-чуть вокального фрая, чтобы дать нам эту эмоцию. Немного вот этого крошечное сознательное вибрато, чтобы музыка после этой паузы заиграла опять. А здесь вырвалась его оперная сущность. Такая сильная, мощная и массивная. Это было удивительно. Он перешел с очень такого мощного смешанного голоса на открытый звук, перетекающий в этот головной голос. Боже ты мой! Он так бережно спел эти последние ноты. Это было невозможно не почувствовать. Дыхание было намеренным. То есть, все под полным контролем. Это последняя нота. Это нечто прекрасное. Это небольшое вибрато, которое вступило на полпути и затем ушло в никуда. Вот что значит тотальный вокальный контроль. Димаш по-настоящему особенный артист, потому что он может смешивать столько различных вокальных техник. Он очень универсальный. Пусть это будет поп-стиль, современный стиль, или даже мы можем сказать, что он очень силен в опере. Это просто что-то другое. И это поражает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok